Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики моего канала, снова с вами Атомный Кролик, мы продолжаем изучать вселенную Mortal Kombat и ее персонажей. Сегодня у нас на очереди Лимей, поехали! Впервые этот персонаж появился в Mortal Kombat Deadly Alliance. Родом это девушка-воин из внешнего мира, а точнее она является старейшиной одного небольшого поселения под названием Сэндо. Имя Лимей с мандаринского диалекта переводится как Слива, именно этим, наверное, и объясняется фиолетовый оттенок ее костюма. Ее история начинается с того момента, как Смертельный Альянс решили возвести огромный храм на месте деревни Лимей, чтобы создать в нем вихрь из душ. Согласно древним легендам, на месте этого поселения находился портал на небеса, когда-то в незапамятные времена созданный старшими богами. Для уничтожения деревни Шансунг и Кван-Чи отправили туда Кана вместе с армией солдат. Само собой, мирные жители не смогли дать отпор обученным войскам и были порабощены, и в дальнейшем их использовали как бесплатную рабочую силу для возведения дворца. Однако Лимей не собиралась так просто сдаваться, и однажды, воспользовавшись моментом, напала на Кана. Кван-Чи, заинтересованный ее боевыми способностями, предложил ей сделку. Лимей должна была участвовать в турнире, который организуют колдуны, и в случае, если она держит победу, то она и все жители деревни смогут быть свободны. Однако, если она проиграет, то она всегда останется в рабстве вместе со своими соплеменниками. У Лиме просто не было выхода, и она согласилась на условия колдунов. А после того, как она победила, само собой оказалось, что Кван-Чи просто ее проверял. Само собой, он не собирался отпускать ни Лимей, ни жителей деревни. Он просто проверял, насколько она могучий воин, чтобы потом переселить ее душу в одного из солдат забытой армии Анаги. Однако, завершить ритуал колдунам не удалось, так как вмешался Бурай-Чо и спас Лимей. После чего Лимей стала его учеником. В событиях Mortal Kombat Deception вместе с Бурай-Чо она вошла в армию иденийцев, воевавших с таркатанами, которых послал король драконов. Именно здесь я заметил странные расхождения между концовками аркадных башен Лимей и ее историей, которую нам рассказывает сюжетный режим игры. Концовка башни в Mortal Kombat Deadly Alliance говорит, что все-таки колдунам удалось переселить ее душу в одного из солдат Анаги, и она была их преданной слугой всю оставшуюся жизнь. Но это еще ничего. Но на этом странности не закончились. Mortal Kombat Deception заканчивается не менее странно. Аркадная башня Лимей говорит о том, что ритуал, который над ней проводили колдуны при переселении ее души в тело солдат Анаги, оставил на ней какой-то странный отпечаток, и после этого она стала испытывать симпатию к королю драконов. И в самый ответственный момент, когда ей нужно было нанести решающий удар, она замедлила и дала королю драконов завершить свой ритуал с использованием кинжала в комедогу, что сделало его бесконечно могущественным и бессмертным существом. После чего Лимей просто присоединилась к нему и стала его королевой. Вот это поворот! И для меня это немного странно, потому как это делает абсолютно бессмысленным прохождение обеих ее башен. Ведь победив Смертельный Альянс и Анагу, мы нифига не мешаем и не останавливаем их, а просто становимся их слугами. Бред какой-то. В Mortal Kombat Armageddon Лимей появляется в качестве одного из захватчиков крепости Шинака. Но как мы с вами уже знаем, оказывается, что все эти войны были лишь иллюзии, созданные Шинаком, дабы проверить силы Тайвина. Как и остальные бойцы, Лимей погибает у пирамиды Аргуса. Если хорошенько приглядеться, то ее можно даже увидеть в стартовой заставке Mortal Kombat 2011 года. Также у Лимей есть небольшое камео в Mortal Kombat X. Она является лидером беженцев, которые пришли с внешнего мира, гонимой гражданской войной Мелины и Коталькана. Также именно Лимей рассказывает зимным воинам о том, что у Мелины появилось новое, очень могущественное оружие, которое может уничтожать воинов очень большими группами за раз. Кунжин делает предположение, что это амулет Шинака, после чего Рейден говорит, что если это правда, то они все в очень большой опасности. О чем я? Мы в дерьме! Мы в дерьме! После того, как Рейден уходит, Лимей говорит Джонни Кейджу, что он напоминает ей одного земляня, на которых был вместе с ними, когда они эвакуировали. Тот тоже очень много шутил, и у него один глаз светился красным. Таким образом, Сони и Джонни узнают, что среди беженцев скрывается Кана. А на этом история Лимей пока заканчивается. Если тебе понравился этот выпуск, ставь лайк, подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые серии. Также напоминаю, что на моем канале ты сможешь найти истории многих других персонажей. Если кого-то не нашел, пиши его имя в комментариях и голосуй за них в моей группе ВКонтакте, ссылка будет в описании. А я с вами прощаюсь, до новых встреч, всем удачи, пока-пока!